Самый простой способ бессмертия – это заморозка. Существует блокировка информации по поводу заморозки, так же, как по поводу клонирования. По поводу клонирования вам будут очень много говорить о том, что клонирование овечки доли – это на самом деле не совсем клонирование. Если приглядеться, что это совсем не клонирование, а вообще клонирование – довольно вещь неправильная, потому что буквально если посмотреть, то там очень большой брак, и вообще-то просто неинтересно. То есть был такой всплеск год-два-три по поводу клонирования, все говорили, какие-то фильмы снимали, а вот сейчас это уже совершенно неинтересно. А клонирование очень интересно. Это одно из самых интересных вещей в истории последних 300 лет. На уровне книгопечатания, наверное, или интернета. Потом говорится, что вот заморозка. Ну, заморозка, она невозможна, потому что там вот кристаллики льда, они разрушают, ничего нет, все, забудь. Иди, работай там, значит, на заводе. Или книжки читай какие-нибудь полезные. Не забивай себе голову ерундой. Реально лягушечку берем, обычную лягушечку. А чем лягушка отличается от человека? Ничем не отличается. У нее головной мозг, легкие, позвоночник, печень, ночевой пузырь, кровеносная система, сердце, красная кровь, так сказать. Там, с точки зрения биологии, это какие-то мельчайшие доли процента, в отличие от человека. И вот эта лягушечка, она зимой замерзает до звона, минус 20 градусов, она просто вот так вот дзынь, и она разваливается. Но если она не разваливается, ее отогревают, она начинает дышать, квакать, живет нормально. Ну, какой-то есть процент, конечно, гибели, там не 100%, но большинство выживает, так вот переживает любую зиму. И я уверен, что если там жидкий азот погрузить, еще лучше будет. Значит, проблема такой не существует. То есть, она есть, она решается даже на уровне вот этой лягушки и ее собственными силами организма. Добавляют глюкозу, глицерин, еще что-то, удаляют кровь, заполняют каким-то раствором, это не проблема. Не проблема. И по моим расчетам, в настоящее время этих замороженных людей, ну, где-то, наверное, конечно, больше миллиона. На 70%, даже на 80% в Соединенных Штатах Америки. Много косвенных данных на это указывают. Дальше другие методы, более сложные. А почему это продление жизни? Потому что, ну, во-первых, скачок, да, то есть человек может, вот, если он замораживается, то он может в таком состоянии находиться столетиями легко. И, соответственно, отмораживаться, потом снова замораживаться и так далее, там никаких особых проблем нет. Примерно то, что показано там иногда в фантастических фильмах, что вот экипаж там, ну, заморозки там, отмораживаться, примерно так все вот и происходит. Не говоря уже о том, что есть еще технология такого литургического сна, там вот сна в зимний период, которые выше, не то что там земноводные, выше млекопитающие они это используют. Ну, медведь, например, то, пожалуйста, уж совсем от человека ничем не отличается. Он может полгода там понижать свою температуру, он очень сильно ничем не питаться, и, соответственно, увеличивать таким образом продолжительность своей жизни, поскольку биологические часы работают замедлено. Вот, а переходя в другую эпоху, естественно, человек переходит, прежде всего, в другую эпоху развития медицины, и может вылечить те болезни, которыми он страдает, может проходить курс омоложения и так далее. Дальше, это следующий этап, это пересадка головы или пересадка головного мозга. Делается элементарно, очень просто, голова легко пересаживается, никаких проблем тут нету. Есть проблемы чисто, так сказать, технологические, мелкие, так же, как вот пересадка сердца и так далее. Конечно, там очень сложно сшивать сосуды, сложно сшивать нейронные вот эти нервы, но ничего принципиального сложного здесь нет, и более того, голова, она сама так и просится, чтобы её пересадили, потому что в целом голова – это такая капсула закрытая, там есть специальные барьеры, и она так построена, что она сильно отделена от тела, очень сильно, удивительно сильно, то есть человек фактически с точки зрения иммунной системы и так далее, он состоит из двух частей, голова и всё остальное, как двуступенчатый ракет. Можно просто мозг пересадить, то есть внутри черепа уже головной мозг, по-моему, проще сделать, меньше работы. Вот, возникает вопрос отторжения, ну, сейчас более-менее решается, пересаживают сердце, но можно клоны выращивать, выращивать организм человека, его же, из него же, и через 20 лет голову самому к себе пришивать, и при этом эта оболочка, она может не быть личностью, её можно там не развивать, держать опять же в том же замороженном состоянии и так далее, и так далее. Ну вот, это такие достаточно грубые методы, грубые методы. Другие – это изменения генетики. Существа довольно развитые, могут жить несколько сотен лет, например, акулы какие-то, ничего здесь такого сложного нету, многоклеточная структура организма говорит о том, что на самом деле организм вечный, естественно, там есть замедлители, просто есть биологические часы, которые постепенно убивают человека, а если его не убивать, вот он так и жил, и жил бы, ничего страшного в этом нет, особенно это достаточно тривиально, это удивительная вещь с точки зрения нас, смертных существ, но, поскольку мы судим по себе, но смертные существа разумные, я уверяю вас, это в масштабах метагалактики скорее экзотика такая, то же первое, что делает человек разумный, он, конечно, добивает собственной бессмертии, он меняет структуру своей генетики, он увеличивает или делает бесконечный ресурс деления клеток, вот и так далее, и тому подобное, ну, существуют механические способы бессмертия, связанные с электроникой, с полным сканированием мозга, и так далее, и так далее, и еще десяток разных способов, о которых просто я сейчас не буду уже говорить, в общем, эта задача, она несложная, это, ну, 200 лет, то есть, это, конечно, я до этого понятно, не доживу, до этого не доживут, к сожалению, мои дети, и мои внуки тоже, ну, а вот правнуки, может быть, уже и доживут, если все будет развиваться примерно такими темпами, как сейчас, то есть, без каких-то катастроф, катаклизмов, и без существенных каких-то ускорений, прорывов, но гораздо интереснее другое, вот именно вот это бессмертие, это, повторяю, как это не страшно звучит, для всех нас смертных, это реальная вещь, никого этим не удивишь, там, как-нибудь зверушка прилетела, другая планета, другая звездная система, это мод бессмертный, ну, естественно, что, что есть такое, вот, интересно, что будет дальше, вот, про это можно поговорить, потому что, следующий этап, это, когда человек, овладевает, всей технологией, и это уже, вот, и есть окончательное бессмертие, когда человек, овладевает, всей технологии себя, как живого существа, то есть, как робота, киборга, который создан по принципам нанотехнологии, то есть, на молекулярном уровне, то есть, есть человек, и есть полная спецификация, описание всех его деталей, макро деталей, микро деталей, весь, весь его генетический код, который, говорят, сейчас расшифровали, его не расшифровали, его записали, извините, это разные вещи, то есть, записали все расшифровки, Штирлица в центр, 600 шифровок, а расшифровали полторы, вот, примерно то, что сейчас, так сказать, происходит, вот, все расшифровано, и есть технологии выращивания, изменения, вот, то есть, человек для себя самого превращается примерно в то же самое, во что сейчас для него, допустим, превращен компьютер, то есть, все детали компьютера он может изменить, сделать заново, там, понятно, полностью понятно, как компьютер устроен, понятно технологии создания деталей, их сборка, программное обеспечение, и так далее, и так далее, и так далее, в случае человека, вот это и будет сингулярностью, потому что здесь человек овладеет сам собой, вот, меня очень удивляют какие-то мысли, относительно того, что вот сейчас брак, он, значит, устарел, что это вот деревня какая-то, она там рожает детей, что это примитивно, ребята, это сверх супер технология, самая продвинутая, которую только может овладеть человек, который на гигантское количество лет опережает самые современные технологии, другое дело, что человек сам непосредственно в этом, он только может спусковой механизм запустить, то, что у него внутри находится, заложено кем-то, то есть он какой-то шифр там набирает, или идет в полночь куда-то в лес, чертит там квадрат какой-то, вот, и в результате что-то щелкает, и начинается с огромной скоростью сборка живого организма в теле человека, вот, и потом и не только живого организма, а разумного организма, и он по каким-то до сих пор непонятным совершенно, потому что там существуют огромные проблемы, потому что, например, как возникает зародыш, одна клеточка, потом две клеточки, потом четыре клеточки, потом восемь клеточек, потом шестнадцать клеточек, они все одинаковые, а потом из этих одинаковых клеток получаются неодинаковые клетки, клетки сердца, мозга, мышц, потом... а как это получается? Одинаково? Получается неодинаково. Вот уже вот эта элементарная проблема, это проблема, которой биологи там 50 лет, они бьются, ну что-то они там уже поняли, а что-то еще не поняли. Вот, а таких проблем там миллион. И такую технологию мы там, дай бог, через тысячу лет только будем воспроизводить. Вот, а человек любой может в этом поучаствовать, понимаете, и видит наглядно, как это происходит, включить, либо непосредственно у себя в организме, либо поучаствовать, если самец, так сказать, в организме. Вот и весело провести время, легко, а реально это маскирует страшный гигантский процесс, непонятный человеку и созданный, разумеется, существами или силами, которые превосходят человека на много порядков. Что там искать каких-то инопланетян и так далее? Вот, конкретно. Что, рождение ребенка – это человек, что-либо придумал, там спланировалось, но он ничего не понимает, что там происходит. И это вдруг все вот за 9 месяцев, да, формируется, собирается. Между делом, то, что человек там продолжает заниматься, и между делом у него вот так формируется. а потом дальше развитие психики идет. Когда существо не обладает сознанием, в том раз – не обладает. Ну, сделайте что-нибудь, что не обладает сознанием, а потом раз – обладает. Вот такой интеллект, искусственный создайте. Проблемочка возникает. Вот, поэтому сингулярность, точка сингулярности, достижение сингулярности – это вот когда человек превращается в творца такого. Он понимает, что происходит с ним. А это возможно, потому что разум, он есть один, и другого разума нет. Разум либо есть, либо нет. И человек, когда он разум, он это поймет рано или поздно. Полностью. Все это будет описано, все это будет разложено по полочкам, и, естественно, можно будет легко создавать другого человека, любое другое существо методом просто такого набора, там человек на клавишах набирает. Самый первый этап – это, конечно, рождение детей без каких-то серьезных отклонений. То есть, смотрит полностью с карту генетическую, говорит, вот здесь там ген, не знаю, там демофилии, например. Ну, чуточку подправили, никакого демофилии нет. Нормально, все рождается. И это, так сказать, конечно, пустяки. Реально человек, он же может что угодно сделать, он может там все сделать, шесть рук, я не знаю, крылья и так далее. Это несложно. Для получения, так сказать, когда все это сделано, это несложно. Это просто аппарат, вот он, аппарат, так же, как компьютер. Сложная вещь для человека столетней давности, это что-то немыслимо, сложная, голова пухнет. Вот он посмотрит эту схему процессора и сойдет с ума. Вот. А сейчас это для нас быт, мы даже, никто и не знает, это ничего, просто пользуемся и все. Вот. И точно так же, там, через 500 лет или 1000 лет люди будут пользоваться вот этими приборами и так далее, даже не задумываясь о их там строении, тогда оно не будет казаться им сложно. А что дальше? Что дальше? Вот дальше это все как бы плюс такой, а вот дальше будет большой минус. Очень большой минус. Минус будет заключаться в том, что человек будет реконструировать также свой внутренний мир. Как вот, знаете, сериал «Мир дикого запада». Там вот берет компьютер этот робот какой-то там, и он думает, вот интеллектика у меня 36%, пожалуй-ка, я его 100 себе сделаю. Раз. И вот он поумнел. Или написано злобность, агрессивность, но великовато, пожалуй, у «Мир» поменьше сделаю. И вот мгновенно происходит такая, так сказать, трансформация, изменение личности. Путем клавиш человек себя меняет. Он думает, вот Голковский, что-то он какой-то злобноватый такой. злобноватый. Уровень злобы 96%. 65%. И все. И вот Дмитрий Евгеньевич идет нормально. Здравствуйте, ребята, девчонки и мальчишки и так далее и тому подобное. А потом возникает идея воспоминаний. У человека есть воспоминания стыдные, плохие, ему хочется провалиться сквозь землю, а стереть. Все. Нет никаких воспоминаний. Все. Или, по крайней мере, их убрать и где-то записать, и там в капсуле они где-то будут лежать, можно будет достать. Так их нет. А следующий этап искусственные воспоминания. Вспомнить будущее. Там это Шварценеггер на Марсе. Вот он там что-то это придумал. Жизнь целую прожил. Целой квест. История. Ничего реально не было. Скорее всего. По сюжету фильма. То есть фантасты, они, естественно, в той или иной степени они все это уже, так сказать, обыгрывали. Элементы какие-то. Но дело не в элементах, а в целом в общей картине. И получается, что, изменив личность, человек уже следующее решение принимает как измененная личность. А потом он снова меняет личность, и снова она изменена. И он может поменять свои воспоминания. А кто он, кем он тогда будет? Ну вот Голковский, и он там все себе поменял. Сделал другую биографию, другой характер, и все. А где Голковский? Голковского нет. Ну, внешность, может, похожа, но внешность тоже еще легче менять будет. Если люди такими технологиями будут владеть, то поменять внешность там. Сейчас он уже пол меняет. Начали уже. Понимаете? Вот поэтому возникает вопрос о вот этой точке сингулярности. Что остается реально? Воля. Чистая воля человека. И благодаря этой воле все остальное меняется. Понимаете? То есть остается лишь процесс изменения. А личность человека, его душа, она растворяется. и вот это уже довольно страшно, потому что речь уже идет не о будущем человечества, а о его гибели. Потому что куда девался вот этот вот Голковский, который вот так вот радикальный, а он умер? Ну, может быть, постепенно, может быть, не сразу, но он умер, его нет. Что, допустим, объединяет своей детской жизнью с нами, детьми, воспоминания детские. А если мы эти детские воспоминания сотрём, а вставим воспоминания другие совсем, значит, получается, мы умрём, это уже будем не мы. и таким образом грань между жизнью и смертью полностью растворяется, жизнь превращается в смерть, а смерть в жизнь. Но и это еще не самое страшное. Это так, на самом деле, пролегомины, потому что, судя по всему, я вам скажу, что я действительно обладаю какой-то способностью предвидеть будущее в силу ряда обстоятельств, в том числе обстоятельств личных. Можно сказать, почему это произошло, отдельно на этом остановиться, может быть, и сегодня, если мы еще успеем. У меня есть такое свойство, что я вижу какие-то факты реальные, и я вижу, во что это все дальше выльется. А вот большинство людей, они боятся это сделать, у них нет энергии такой вот трансформации, она длится раз, два, три, четыре шага, пять шагов, шесть шагов. Знаете, как есть в шахматах одноходовки, двухходовки, трехходовки, четырех, пяти, дальше уже это просто невозможно. А вот для меня это довольно обычное такое состояние, я дохожу, так сказать, до конца и получаю иногда какие-то очень такие странные выводы, которые, тем не менее, иногда подтверждаются в дальнейшем. Что такое человечество через примерно тысячу лет? Во что вот все вот это вольется? Ну, тысяч лет, я беру условно, там, может, две тысячи, пять тысяч. Тысяча это вот для человека, который живет максимум там девяносто лет, это вот так в десять раз больше, фактически масштаб истории всей нашей цивилизации. Что будет через тысячу лет? Я над этим размышлял как-то несколько раз, и каждый раз приходил примерно к одному и тому же выводу, на разном уровне, там, десять лет назад, двадцать лет назад, два года назад, и при этом все становилось так вот гораздо отчетливее, понятнее, потому что процесс на моих глазах все-таки действительно уже идет, скорее всего Земля будет устроена следующим образом. Будут огромные подземные города, населенные триллионами роботов, буквально триллионами, эти города они не будут некрасивыми, никакими совершенными, они будут напоминать стандартные поселения землям, то есть какие-то там пятиэтажки, заборы бетонные, там, бензоколонки, гаражи, заводы, ну, такой обычный вот мир. и вот в этом мире будут жить люди, у них будет скорее всего не очень много, может пятьсот миллионов, достаточно много, и они будут, ну, не будем пощадим женщин, не будем про нее говорить, вот, но мужчины будут заниматься анальной проституцией, у них будут сутенеры, вот, и им это будет максимально интересно, вот, они будут проживать вот эту вот жизнь, при этом, поскольку у них будет возможность стирать накопленную информацию, они будут это воспроизводить бесконечно, вот, прошло пятьдесят тысяч лет, сто тысяч лет, вот, они вот застряли вот в этом мире, и будут там ясно, что вначале будет несколько миров, несколько сеттингов, но победит сильнейший, а сильнейший сеттинг, который дает максимальное такое вот максимальное физиологическое ощущение мира, вот его запахов, и вот это переживание, связанное с эмоциями наслаждения, унижения, боли, там, агрессии, и так далее, вот максимально вот этот сценарий, возможно, будет сценарий, как вот показан мир дикого запада, сценарий, в основном, построенный там на убийство, ковбоя, там, убивают, но это быстро приедется, то есть, этот сеттинг будет сожран первичным, первичным миром, а первичный мир именно такой, потому что человек это крыса, это разумное существо, и так далее, но его внутренняя структура, головного мозга, она возникла вокруг мозга крысы, и у него первичные самые вот эти вот инстинкты примитивные, это инстинкты крысиные, это жить в подземелье, и испытывать самые примитивные вот эти физиологические какие-то квесты, эмоции, а что самое примитивное, ну, это секс, секс и агрессия, связанная с сексом, а секс и агрессия, это вот и есть гомосексуализм. При этом вот этот мир дивный, новый, первые маленькие росточки мы уже наблюдаем, потому что мы имеем в мире мощную гомосексуальную агрессию, против которой нет никакой защиты. Вот посмотрите, во всем мире идет накат вот этих гомосексуалистов, вот, и при явной абсурдности их аргументации, при отвратительности того, чего они делают, при подавлении прав человека и чудовищных преступлениях, ну, например, на минуточку, в Америке родители меняют пол ребенка сами, то есть они его пичкают, так сказать, этими веществами химическими и у него меняется пол, ну, что это такое, понимаете, вот, это, ну, прежде всего, это нарушение чудовищных правчиков, а это не замечается, это не видится, насилие над детьми его не видно, потому что это, и это не какой-то вот заговор, что вот сидит там какое-то чудовище, оно вот там на рычагах вот так вот делает, нет, это по закону больших чисел вот выигрывает именно это, потому что вот это именно человечеству и надо, вот это именно, это сюда и идёт, и защиты против этого никакой нету, нету, человек это млекопитающее, существует два типа относительно разумных существ, относительно, которые могли бы дойти до разумного уровня, это птицы, ну, развитие там ящеров, да, ящера, дальше птицы и млекопитающие, вот птицы, у них головной мозг сформировался вокруг зрения, они вообще ничего не чувствуют, не чуют, у них нет обоняния, а зрение чудовищное, то есть там если бы у человека было такое зрение, как у орла, он мог там на расстоянии сотен метров газету читать, они пиксел один видят, вот там мышка бежит, они полкилометра летят, они видят этот пиксел и они, у это, у птиц практически нет эмоций, но есть агрессия, ну, примитивный такой лего, да, ничего сложного нет, и нет никакой связи с миром, они живут в мире на самом деле нарисованном, они живут в мире как бы такого вот сеттинга игрового, и ясно, что цивилизация, построенная вокруг птичьего вот этого мозга утиного, она была бы цивилизацией чрезвычайно жестокой, потому что птицы, они очень жестокие, у них нет эмпатии, млекопитающие развили свой мозг вокруг обоняния, то есть в принципе млекопитающие это нос, если вот обратили вот внимание такие пиво, они все понимаете, у них все там собака, там вот крыса, все, белка, они все вот прямо и обезьяна собственно, у них все вокруг носа, и мозг весь сформировался вокруг носа, и вот именно из-за вот этой жизни в мире запахов они обладают большой степенью эмпатии, сочувствия, сопереживания, потому что они чувствуют вкус, вкус других, так сказать, существ и могут испытывать к ним любовь, если к ним от них хорошо пахнут, или отвращение, если они воняют, или отвращение к убийству, к трупу, и так далее. А человек в своем развитии это млекопитающее, которое превратилось в птицу, потому что у него зрение чрезвычайно развито, по сравнению с млекопитающими, все млекопитающие, они подслеповаты. У человека по сравнению с млекопитающими просто идеальное зрение, цветное, у многих там черно-белое, практически нет ни одного млекопитающего, у которого зрение лучше, чем у человека. Ну там за одним-двумя исключениями. А вот обоняния у него никакого нет фактически. То есть он очень-очень примитивно там может какие-то запахи совсем грубые такие воспринимать. Ну и алкоголь, естественно. Все. То есть он реально по мере развития интеллекта превратился в птицу такую, то есть ангелом стал. Но все равно у него основа вот это вот крысиное и мозги у него крысиные, крысы. И в своих фантазиях всегда крыса сборит птицу. Что бы он там не думал, какие бы не выдумывал компьютерные игры, квесты, сценарии, всегда крыса победит птицу. Потому что человек это крыса, а не птица. и на уровне сознания его это ужасает. То есть ну что вот в этой вот значит вот так представить. Ну давай поиграем. В кого поиграем? Ну давай поиграем вот значит там рыцаря, который там убивает, спасает девушку какую-то там все. Ну вспомнить будущее, да, там Марс Шварцнеггер, ну интересно, да, интересно. но когда человек начнет пробовать разные игры, он в конечном счете в своей массе, в массе многомиллионной, он выберет вот то, про что я сказал, к сожалению, к страшному сожалению. Больше пользователей будет у этой игры гораздо, с большим отрывом будет популярность пользоваться, и человек будет там застревать и воспроизводить это до бесконечности. Вот это и есть путь разумной цивилизации, которая не может жить долго, она либо идет по пути птиц, а путь птиц это атомная война и пепел вообще, все, ничего нет. А второе, она зарывает, если она млекопитающая, зарывается, условно я говорю, конечно, она зарывается в землю, и вот 50 тысяч лет, 50 миллионов лет, она живет в этом лабиринте и занимается анальной проституцией. Вот так вот. А женщины? Женщины, я сказал, пощади. Можно в следующем режиме хотя бы сказать. Это в следующей передаче. это еще передач. Спайка заплатит. Спайка заплатит.